Голосуя против Коновалова, вы голосуете за олигархов и воров в лице Единой России. Меня зовут Гончаров Вячеслав. Буквально последний ролик мой, который я выставлял два дня тому назад, связан он о политике, связан он о выборах в Хакасии затянувшихся. Собрал очень много просмотров для Хакасии, под полторы тысячи просмотров, там больше 150 уже лайков, дизлайков, правда, всего 4, кстати, я объясню почему, чуть позже. И очень много комментариев, там больше 100 комментариев уже пишут со всей страны, люди прочувствовали ту суть, ту смысл, о чем я говорил. Ссылка на тот ролик будет в конце видео, обязательно, за 20 секунд до конца ролика вы увидите. Вы можете посмотреть, кто не видел, там мое обращение, мой крик души, так сказать, на 33 минуты, 37 секунд. Насладитесь в полном объеме. Итак, маленькое резюме. Что я думаю? Да, просмотров много для Хакасии, YouTube у нас здесь не популярен, к сожалению, больше сидят все в ВКонтакте, в Инстаграме, ну, не любят народ у нас YouTube. Но при этом, говорю, около полутора тысяч, может, там больше, я не знаю. И что бы я хотел сказать? При том, что очень много лайков, всего там 4 дизлайка. И я могу сделать вывод, что народ именно поддерживает мою точку зрения. Я, скорее всего, просто озвучил то, что у всех в головах давно. Народ давно терпит, народ устал. Мы же тоже с вами не дураки. Мы все это видим. Да, есть там либо контужены на всю голову фанаты, либо люди, которые у кормушки, либо у которых нашли себя как-то там воруя, потому что ездить на машинах за 7-10 миллионов, живя в коттеджах по 20-30 миллионов, ну, невозможно честным путем. Вы сами все это понимаете. Это все воры. Воры-грабители. А кто дороже, больше и выше, это уже олигархи. Сами понимаете, они вообще грабят нас, грабят нашу Родину. И я увидел в этом хороший посыл. Посыл в том, что вас эта тема так же, как меня, зацепила. Она актуальна. Поэтому я решил еще снять несколько роликов на эту тему. Для начала я хотел бы все-таки напомнить, что это моя точка зрения. Вы можете ее не придерживаться. Вы можете, в первую очередь, конечно же, думать своей головой. У вас у всех на плечах своя голова. И, скорее всего, у многих одно, два, а то и три высших образований. Поэтому решать вам не хочу я никаких эксцессов. Не хочу я разжигания никаких розней. Нет, нет, ни в коем случае. Мои задачи другие. Я просто хочу высказать всю точку зрения. Я хочу сказать правду. Все. Итак, что бы я хотел сказать? Сначала я хотел бы немного пояснить, но не своими словами, а словами Мообара Каддафи. Вы, наверное, слышали о таком политике в свое время. Его, к сожалению, уже убили, свергли. Разграбили его страну. Сейчас там террористическая, по сути, страна. Никто ее не контролирует. Развал хаос. Но в свое время, буквально в 2007 году, он сказал хорошие, прекрасные слова. Я, честно скажу, подпись его была под текстом. И когда я читал его текст, я понял, что он говорит вот эту истину простую, которая доходчиво доходит до любого человека. По крайней мере, я сразу понял, что он имел в виду. И я понял, что это так и есть. Так вот, если не выражаете, я зачитаю. Процитирую. Процитирую точно. Итак, зачем бороться с коммунизмом и социализмом? С идеологией как таковой, какую угрозу она представляет? Сторонники этой теории предлагают распределять продукцию в соответствии с трудовым вкладом. Но это же прекрасно. Зачем с этим бороться? Социализм, если кто-то говорит, богатые должны делиться с бедными. Вы против этого? Не думаю. Против социальной справедливости? Сомневаюсь. Если социализм это страна, которая предлагает своим гражданам бесплатные услуги, зачем с ним бороться с этим социализмом? Вы против бесплатной медицины? Против бесплатного образования? Или бесплатных услуг? Что такое социализм? По-арабски? Иштиракия. Лингвистически это означает, что богатства принадлежат народу, а не горстке людей. В нашем случае это олигархи. Это счастье, если богатство делится между всеми. И никто не вправе присвоить чужое, превратить других людей в бедных и бесправных врагов. Это то, что творится сейчас у нас в стране. Как им не стыдно говорить, я против социализма или против коммунизма? Если вы говорили, что вы против Советского Союза в свое время, потому что это великая держава, ядерная страна, к власти в ней могут прийти злые люди, которые применят эти ракеты против вас, это понятно. Но говорить, что вы боретесь с ним из-за социализма или коммунизма, это стыдно, антигуманно и аморально. Процитировал, это было сказано ему в 2007 году. Уже на тот момент наш Союз был развален, к сожалению. И мы имеем то, что имеем. То, чего достойно. Так вот, хотел бы еще напомнить основные принципы, нормы по налоговому законодательству, по налогам так называемым, по пенсиям и так далее. В первую очередь, не государство платит пенсии, а налогоплатищики. Извините, но за весь период жизни с нас высчитывают ежемесячно на эту пенсию. Это наши деньги. Нам не государство платит, это наши деньги. Не государство платит зарплаты бюджетникам, а налогоплатищики с наших же налогов. МВД, Минобороны, Минздрав, другие органы власти, они не имеют своих денег. Они тратят наши с вами налоги. У Кабмина, АП и всех администраций, всех уровней нет своих денег. Они тоже тратят деньги налогоплатищиков, ваши, мои деньги. Это важно всегда и всем помнить. Не забывайте, мы платим за все то, что у нас творится в стране. Это мы содержим свое государство. Я, ты, вы. Все мы содержим это государство. Это мы за все здесь платим. Каждая копейка потрачена чиновникам на дорогие иномарки, яхты, роскошь, отдых, перелеты на самолетах. Это деньги мои, твои, нас, нас всех. Исключительная роль государства в этом смысле это прозрачное распределение наших денег. И в высоких кабинетах должны не портреты чиновников висеть, а карта страны с миллионами ее жителей. Люди про это забывают. Почему-то. Они забывают, что платят налоги, они забывают, что они отчисляют в пенсионный фонд свои деньги. Да, на сегодняшний день у нас все складывается к тому, что наши пенсии уже у нас украли. Мало того, в ближайшее будущее, если не сменится власть, у нас вообще заберут пенсию. То есть все деньги, которые у нас были, которые там были накоплены, они разворуются до конца. Нас лишат пенсии. У нас их просто не будет. Народ настолько запугали, что он боится высказать свое мнение, свою точку зрения. Боится потерять последнюю нищенскую свою зарплату, чтобы не остаться вообще без средств для существования. Иначе человек не сможет оплатить, еще раз говорю, за ипотеку. Он не сможет оплатить свои кредиты, он не сможет купить себе вещи своим детям, он не сможет вообще задержать семью. Именно к этому все пришло. Напомню, у большинства нет своего жилья. Либо в съемных квартирах, платя чужому дяде, либо в кабальской ипотеке и в кредитах. И все это по факту творится с нами. Я лично живу так, к сожалению, потому что мое государство не может меня ничем обеспечить. Хотя долг родине я отдал, я служил в армии, я проработал много все время в органах, но мне так до сих пор жилье никто не дал. Я вынужден был брать ипотеку и плачу сейчас кабальские проценты. Кабальские проценты. Не говоря уже о деликатесах, которыми для многих людей на сегодняшний день стали мясо, рыба, курица, фрукты, многие виды овощей. Люди в основном, посмотрите, что берут на рынке. Если получится у них взять курочку, которую они разделят и будут есть потом целую неделю, добавляя во все блюда, берут в основном сыпучие какие-то продукты, макароны, гречка невероятно дорогая, рис, только если технически это все дешевое, это не понять, какого качества, пластиковый рис Китая, китайские продукты, которые есть невозможно, по факту. Опять же, есть в России, в единой России порядочные люди, нормальные люди, честные люди, достойные, но их мало и не дают работать. Это реалии жизни. Не дают работать и реализовать свои таланты, свои возможности. Вы не голосуете за коммуниста. Вы голосуете за благополучное будущее свое и своих детей. Все в наших руках. 11 ноября идем на выборы. Голосуем за новую жизнь. За новую жизнь без олигархов, без этого варья преступного, которые уже одолели народ настолько, что веры уже нет в них никакой. Они живут в роскоши, грабят нас. А мы с вами тут загибаемся. И это не только мы в Хакасии загибаемся. Загибается вся страна, во всех регионах. Творится что попало. Везде увольняют. Далеко ходить не надо. Любой регион возьмите. Везде. Везде творится беспредел. Но для тех, кто будет голосовать против на этих выборах, значит они сидят у кормушки. Живут в своих коттеджах. Зарабатывают по 100 тысяч и больше рублей в месяц. Не имеют кредитов. Либо совсем запуганы. И боятся за свою бедную жизнь. Потерять остатки крохи свои. Либо просто глупы. Либо просто глупы. И подкуплены жалкой подачкой. Что сейчас и происходит в виде роликов, обращений мэра города Абакана к людям. Что вообще нарушает у нас избирательное право. За это есть у нас штраф 1500 рублей. Прокуратура может в дальнейшем отреагирует. Хотя я сомневаюсь. Хотя конечно если мы с вами проголосуем за. Изменится власть. И поверьте мне. Каждый ответит за свои деяния. Каждый ответит по полной. 11 ноября на выборах губернатора голосуем за. Народного кандидата Коновалова Валентина Олеговича. А не ставленника олигархов. Развожаев, приезжий ставленник. Вы сами прекрасно знаете. Сейчас он такой пушистый, ласковый, нежный. Машет тут шашкой. Отчитывается каждый день о проделанной положительной работе. Такое ощущение, что он блогер у нас. А не политик. По всем каналам в любое время показывают только его. И он уже не скрывая, говорит о том, что хочет сесть в кресло губернатора. Он поездил, посмотрел. Денег здесь много. Есть откуда еще качать. Зимин не все выжил с нашей республики. Ну, собственно говоря, делайте вывод. Следите за новостями. Подписывайтесь на мой канал. Ставим палец вверх. Обязательно комментируем. Честно скажу, последний ролик показал, что мы с вами едины. Совсем минимальный процент противников. Практически 98-99 даже процентов, которые поддерживают меня. Потому что я говорю вам правду. Вы сами это все знаете. Мы идем и голосуем с вами. Всем удачи, смелости и твердости духа. Вместе мы сила. Вместе мы победим. Пока-пока.